Всё, что показала Apple на WWDC 2023 за 10 минут. Поехали! Первой представленной новинкой стали новые модели MacBook на ARM чипах Apple. Нам показали новый MacBook Air 15, под капотом процессор M.2. Компания заявляет, что это самый тонкий ноутбук в мире с 15-дюймовым экраном. Его толщина составляет 11,5 мм, а вес 1,3 кг. MacBook Air 15 получил камеру 1080p для видеозвонков, а также 3 микрофона для записи звука с шумоподавлением. Новый MacBook Air работает более 18 часов без подзарядки. Стоимость новинки в США составит 1300 долларов, при этом 13-дюймовая модель подешевела до 1100. Следующей новинкой стал ещё один компьютер Max Studio. Он получил чипы M.2 Max и Ultra. Если с процессором M.2 Max всё понятно, он уже знаком владельцем MacBook Pro, то M.2 Ultra – новый процессор, который ранее никогда не использовался в продуктах Apple. M.2 Ultra оснащён 24-ядерным процессором и 76-ядерной графикой. Он основан на 5-нанометровом техпроцессе. Также чип поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти. Процессор M.2 Ultra совместим с Pro Display XDR. К одному Mac Studio можно подключить до 6-ти Pro Display XDR. Базовая версия Mac Studio с M.2 Max стоит 2000 долларов. Затем неожиданно Apple представила новый Mac Pro. Дизайн остался прежним, а вот возможности апгрейда и мощность сильно увеличились. В компьютере установлен чип M.2 Ultra. Он оборудован 6-ю PCI слотами 4-го поколения, 8-ми портами Thunderbolt 4, 6-зади и 2-сверху. Это вдвое больше, чем у предыдущей модели. Можно увеличить количество ядер GPU до 76, поддерживает до 6-ти мониторов Pro Display XDR, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На борту есть 3 разъема USB-A, 2 HDMI-порта с поддержкой 8К разрешения и частотой обновления до 240 Гц, 2 Ethernet-входа и разъем для наушников. Цена стартует с 7000 долларов. Затем начали рассказывать про новинки ПО. В первую очередь затронули iOS. Сначала рассказали про новые возможности кастомизации карточки контакта. Например, поменять шрифт для имени или поставить вместо фотографии эмоджи. Появилась новая фишка Live Voicemail, которая позволит переводить речь звонящего абонента в текст в режиме реального времени. В iMessage теперь можно получить текстовую расшифровку голосовых сообщений. Меню выбора дополнительных опций переехало в поле для ввода сообщений. Также там появились новые эмоджи. Их можно превратить сразу в стикеры. Еще в сообщениях появились оповещения. Например, можно поставить задачу отправить другу оповещение, когда доберешься до дома. Система автоматически определит местоположение и отправит сообщение. В iOS 17 изменится работа AirDrop. Новая функция NameDrop позволяет делиться номером по AirDrop. Нужно только поднести айфону друг к другу. Работает также между iPhone и Apple Watch. Встроенная клавиатура iOS получила новый алгоритм предугадывания слов для автокоррекции. Прокачали и режим диктовки. Кроме того, Apple анонсировала новое приложение Journal. Оно помогает следить за вашим днем различными активностями, а также помогает вдохновиться для тех или иных действий. Программа сама будет анализировать ваши поездки, прослушанную музыку, занятия и так далее. Вы можете самостоятельно относить важные события или ставить новые цели. В Apple утверждает, что благодаря сквозному шифрованию даже у компании не будет доступа к содержимому дневника. Journal появится на iPhone в конце года. В iOS 17 появился новый экран в блокировке в стендбай в виде прикроватных часов. Туда же можно установить виджеты. Работает на заблокированном экране в горизонтальном режиме. И возможно главное нововведение. Больше не надо вызывать Siri через привет Siri. Теперь достаточно сказать просто Siri. Затем перешли к iPadOS. Появилась возможность изменения экрана блокировки, как на iPhone. Все опции экрана блокировки перенесли с iOS 16 в iOS 17, включая IP Live Activities. То есть уведомления теперь показываются снизу. Можно менять шрифты часов и устанавливать виджеты сбоку. Кстати, виджеты теперь интерактивные. Вы можете с ними полноценно взаимодействовать. Также Apple выпустила приложение здоровья для iPadOS. Дизайн выполнен в плиточном стиле, есть отслеживание сна. Теперь iPadOS поддерживает PDF файлы. Больше не нужно использовать сторонние программы для чтения и редактирования файлов. Apple представила на WWDC операционную систему macOS Sonoma. Эта операционная система должна сделать Mac более привлекательным и еще более продуктивным. Новая операционная система поддерживает видеозаставки, как на Apple TV, которые показываются, когда компьютер не используется. Наконец-то разрешили добавлять виджеты на рабочий стол macOS. Информационные карточки будут исчезать при необходимости подстраиваться под установленные обои. Виджеты наконец-то стали интерактивными. С их помощью можно управлять компьютером и даже устройствами поблизости. macOS Sonoma получила игровой режим, в котором повышается мощность CPU и GPU, сокращаются фоновые задачи и быстрее работают контроллеры PlayStation и Xbox. На презентации, кстати, была анонсирована игра Death Stranding, которая скоро выйдет в Mac App Store. Она будет использовать Metal 3. Mac OS Sonoma имеет новый режим видеоконференции Presenter Overlay. Когда он работает, говорящий человек находится на переднем плане, а контент, которым он делится, на заднем. Да и еще много других фишек, вроде крутых реакций с жестами. Браузер Safari стал быстрее и более защищенным. Разработчики веб-приложений получили множество новых инструментов для создания продвинутых программ и сервисов в браузере. В Safari появились пользовательские профили, позволяющие разным людям настраивать браузер под себя на одном компьютере. Кроме того, в этом режиме все вкладки, расширения и куки тоже группируются по профилям. Safari в приватном режиме блокирует все трекеры и удаляет трекеры из ссылок. Пользователи могут создавать веб-приложения прямо в Safari и добавлять ссылки в системный док. Представили TVOS 17. В этой версии операционной системы компания переработала дизайн. Он стал лаконичнее и понятнее. Теперь проще следить за состоянием подключенных наушников и приложением DOM. Теперь с помощью iPhone можно быстро найти пульт и появилась поддержка FaceTime. Камера будет выступать при этом iPhone и поддержка сторонних VPN. Новую TVOS 17 могут установить владельцы Apple TV 4K и Apple TV HD. Гарнитура AirPods получила адаптивный режим Adaptive Audio. Прозрачность и шумоподавление будут включаться автоматически, в зависимости от окружающей обстановки. В системе CarPlay для авто теперь появилась поддержка SharePlay. Управлять музыкой и транслировать контент сможет не только водитель, но и пассажиры. Также Apple представила операционную систему WatchOS 10 для Apple Watch. В WatchOS 10 можно просматривать виджеты на любом циферблате с помощью колесика Digital Crown. Чтобы добавить или переместить виджеты, достаточно удерживать палец на одном из них, после чего откроется соответствующее меню. Появилось два новых циферблата Palette, который меняет цвета в течение всего дня, и Snoopy с различными анимациями. Apple Watch могут подключаться к велосипедным датчикам с Bluetooth, чтобы получать больше информации о тренировках. Приложение Здоровье получило новые функции для отслеживания ментального состояния. Пользователи могут добавлять информацию о своих эмоциях и настроении с помощью предложенных вариантов. После того, как приложение получит необходимую информацию, оно предложит различные варианты улучшения настроения и образа жизни. Также здоровье предупредит пользователя о возможной депрессии или чувстве тревожности. WatchOS 10 совместимы со всеми Apple Watch, начиная с 4-го поколения и выше. Ну и долгожданный One More Thing. Очки смешанной реальности Vision Pro. Это принципиально новое устройство от Apple, которое должно подарить пользователям совершенно невероятный опыт от просмотра фильмов, видеоконференций и даже работы с документами и видео. Они напоминают по дизайну горнолыжные очки. Крепятся сзади и имеют съемный ремень. В дисплеях используются 23 миллиона пикселей. Есть собственная система идентификации пользователя Optic ID. Она считывает показатели с ваших глаз и предоставляет доступ к устройству. Она даже различает близнецов. У гарнитуры будет отдельный аккумулятор, соединенный с основным устройством проводом, чтобы пользователь не носил дополнительное утяжеление на голове. В устройстве установлены два динамика, которые обеспечивают ощущение, что звук идет не из них, а из окружающего пространства. Внутри установлены два чипа M.2 и специально разработанный R.1. Последний обрабатывает входные данные с 12 камер, 5 датчиков и 6 микрофонов. Для захвата изображения применяется система камер, лидар, датчики освещенности и прочие датчики. Работает под управлением операционной системы Vision OS. Для управления устройством используются глаза, жесты и голос. Для физического управления есть также колесико Digital Crown из Apple Watch. Приложение Vision Pro можно передвигать в пространстве и размещать несколько приложений одновременно. Все элементы интерфейса реагируют на взгляд и движение рук. Причем руки можно держать не только перед собой, а где угодно. В любой момент в Vision Pro можно убрать AR-режим и оставить только виртуальный фон. Apple обещает, что пользователь сможет разобрать даже маленький текст в Vision Pro. Интерфейс постоянно подстраивается под происходящее в комнате. Вы можете буквально взять экран телевизора и увеличить его в размерах без потери качества. Плюс добавить окружающую среду для очков, чтобы вокруг вас были, например, горные пейзажи или лесные массивы. В гарнитуре будут видны глаза пользователя, когда он в режиме дополненной реальности. И скрытый, когда виртуальный. С помощью устройства можно сделать пространственные фото или видео. Для просмотра фильмов или сериалов можно масштабировать экран и превратить его в экран кинотеатра. Есть также режим 3D просмотра. Что касается игр, то здесь всё просто, доступны более чем 100 игр Apple Arcade. Можно выводить на виртуальный экран несколько приложений. Или подключить Mac к гарнитуре по беспроводной связи. Открыть его, находясь в гарнитуре, и тогда на виртуальном экране появится рабочий стол компьютера. Можно даже помонтировать на нём что-то. Vision Pro начнет продавать в начале следующего года. Стоит очки 3,5 тысячи долларов. А что вы думаете про презентацию? Свои мнения пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было интересным. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. Пока!